книги по бизнесу условное название книги по бизнесу потому что я здесь собрал книги в которых авторы рассказывают свои успехи то есть как они делали бизнес либо же какой-то либо то есть либо они сами рассказывают либо кто-то взял у них интервью и потом из этого интервью сделал книгу это первая группа книг по бизнесу вторая группа книг по бизнесу это книги о том как сделать что-то как сделать что-то чего раньше не было или как улучшить что-то давайте начали про первую группу я буду подглядывать в свою шпаргалку которую я для себя сделал значит первая группа это когда кто-то рассказал о своем бизнесе и сделал из этого книгу или же какой-то сторонний автор приехал к журналисту приехал к бизнесмену взял у него интервью и на основе этого интервью написал книгу давайте я перечислю значит джон тимпсон письма главным джек митчелл обнимая своих клиентов джек уэлч и сьюзи уэлч ответы на 74 ключевых вопроса о современном бизнесе джек уэлч победитель канадский мацуси это миссия бизнеса генри форд мои моя жизнь мои достижения або ию александров сырок максим котин чичваркин егений и ботаники делают бизнес березовский как заработать очень большие деньги книги от людей большинство из перечисленных книг книги от людей которые либо сами были бизнесменами либо работали в бизнесе и лишь одна книга это максима к две книги максима котина про чичваркина и про общинникова из силы ума и ботаники делают бизнес это вот как раз журналистка про предпринимателей книга написал на книгу написал две книги написал давайте по по порядку значит как я диктовал как как я сейчас читал значит джон тимпсон письма главном джон тимпсон владелец обувных мастерских и мастерских по ремонту по мастерских по ремонту обуви и по заточке инструмента и ключей он пишет письма своему внуку письма главным о том как вести бизнес когда деда не станет то есть он хочет оставить такую энциклопедию знаний чтобы его внук мог продолжить его дело после его смерти книга интересная можно много чего оттуда почерпнуть но к сожалению про книга про британский бизнес бизнес в лондоне по моему или там максимум в англии не помню давно читал соответственно все все советы необходимо адаптировать очень серьезно к российским условиям потому что многие советы они напрямую в лоб неприменимы либо неприменимы вообще в связи со спецификой российского бизнеса впрочем как и остальные книги я не буду больше вот это повторять про специфику потому что остальные книги которые американских авторов опять же их нужно очень серьезно адаптировать на российский рельс дальше другая книга следующая книга джек митчелл обнимая своих клиентов джек митчелл это человек владелец основатель владелец управляющей сетью магазинов одежды мужской женский мужской женской одежды в сша а значит он рассказывает о том как сделать клиентами как сделать клиентов чтобы клиенты постоянно к нему возвращались к нему в его магазины как не только привлекать клиентов но и удерживать их в своем бизнесе чтобы они каждый год покупали регулярно каждый год покупали только у него и соответственно он рассказывает практически все методики которые он применял аренда одежды в своем магазине если нету на заказ или нету допустим чтобы купить он может сдать в аренду одежду или допустим угадать с подарком мужу и посоветовать жене купить допустим такой кардиган или такой кардиган или такой свитер или рубашку чтобы подарить мужу или посоветовать допустим сестре купить брату какую-то подарок из коллекции его магазинов но это все основывается опять же то что сейчас называется бигдара то есть он собирал эта книга написана где-то 70 80-е годы прошлого века он собирал данные вручную у него это было в тетрадках поначалу то когда появились компьютеры он начал переносить эту базу данных клиентов компьютер и соответственно он знал о клиентах практически все имена имена супругов имена детей какие у них предпочтения и так далее что спрашивает если допустим приходит супруг или супруга в магазин спрашивает о том чтобы подарить допустим чтобы ему купить супруга пришла в магазин спросила там допустим для себя какую-то кофточку примерила она и понравилась но она ее не купила то продавец звонит мужу говорит ваша жена приходила в магазин мерила то-то и то-то не купила но ей понравилось у у нее скоро день рождения может вы ее купите такие примеры он приводит в книге дальше давайте джек велч и с юзи велч джек велч это многолетний председатель совета директоров и президент general electric который провел фирму через многочисленные слияния с более мелкими компаниями или конкурентами и сделал из general electric действительно корпорацию масштабах всей страны масштабах сша значит ответы на 74 ключевых вопроса современном бизнесе первая книга и вторая книга это победитель победителя я вам покажу а 74 ответа и вопроса я читала в ретонном виде практически эти две книги в чем-то идентичны они перекликаются по содержанию есть вопросы вот из 74 ключевых вопросах есть ответы которые есть победители в победителе баб довольно подробно джек велч рассказывает о своей работе в general electric и о том как он проводил слияние похвачения как он оценивал компанию которую они хотят поглотить как них оценивал компанию которую хотел выкупить у предыдущих владельцев и так далее то есть все эти советы он дает в книге но особенность опять же в том что джек велчин не владелец он наемный директор когда будете читать и вот на этом на это обратите внимание далее о чем я коноски мацуси то миссия бизнеса сейчас она у меня тоже есть я купил ее из-за обложки очень качественная обложка качественные страницы я не знаю насколько это будет это твердый переплет закладка серая внутренняя обложка вот видно что страницы желтые но они были такими изначально то есть это не этот не вне брак а фича как это говорят она желтая желтая страница и достаточно крупные буквы и полуторный интервал очень приятно читается здесь мацуси то рассказывает о том как он строил свою империю мацуси то электрик вы бренды знаете мацуси то это панасоник один из самых известных брендов техники ну еще кроме этого как он электрифицировал страну и кроме этого он достаточно большое количество времени в книге уделяет своей жизни то есть как он пережил войну как он начали работал по найму как он сколотил первый капитал как он ушел работать в собственный бизнес открыл свой собственный бизнес как он привлекал клиентов как все все эти перипетии на скажем так на японской почве вот эта книга мне понравилась намного больше всех остальных книг которые про американский бизнес или про великобританский бизнес мне вот кажется что для россии очень близко именно вот восточный подход нежели западный следующая книга это генри форд моя жизнь мои достижения очень понравилось практически человек который стоял на заре разделения труда автоматизма механизации производства найма персонала обучение персонала он подробно рассказывает о том какую он титаническую работу проделал по отбору и найму персонала по классификации работ на своем заводе что он выделил больше семи тысяч различных операций он распределил эти операции между людьми с разной квалификацией с разными физическими достоинствами и недостатками что у него на заводе работали и люди которых не было рук ног которые были незрячие глухие с какими-то пороками то есть и получилось так что там только треть от всех операций на только там нужны были сильные здоровые люди кроме этого он рассказывает про школу которая была организована при его компании при компании форд при заводе что он давал там образование четыре класса но это было образование очень близкая для того чтобы потом пойти работать сразу на завод это еще было до того до того как запретили детский труд то есть дети тоже получали зарплату работали у него на заводе получали зарплату а он каждый каждый год снижал цены на автомобили единственные года когда он либо не снижал либо немного увеличивал цену на авто это были года во время первой мировой войны интересная книга почитать вот кто интересуется скажем так развитием истории производства развитием производственной мысли экономики вот и про форт очень интересно именно в этом контексте следующая книга это александров срок я купил электронную версию александров срок когда впервые только я увидел эту книгу на мне вышла я смотрел что-то на то ли на зоне то ли на литрес она вышла мне в рекомендациях первое что привлекло внимание на обложке был сырок который я часто ел те годы и я крикнул потому что я увидел этот сырок который вкусный в котором настоящий шоколад а он чувствуется когда шоколад он из синтетики допустим лауриновый жир и когда настоящий шоколад из какао бобов какао масла я купил эту книгу и прочитал как на становление предприятия вот это бы ю александров как они начинали в 90-е годы но он начинает рассказывать с того момента как он был врачом потом он стал возить ковры из японии потому что ему хотелось больше денег зарабатывать продавать то есть он брал там ковры в японии покупал по 100 рублей на на советские деньги продавал в союзе по 3000 рублей но был риск то что если его на на таможне задерживаться этими коврами то соответственно тюрьма а соответственно он он попал в тюрьму за спекуляции поймали какой-то момент но из-за того что у него было медицинское образование он смог выжить в тюрьме а потому что смог что быть полезным там и потом в 90-е годы когда уже разрешили предпринимательство он открыл свой первый и последний бизнес это производство сырков и он рассказывает подробно как они на коленке делали свои первые сырки чтобы заполнить рынок который был пустой не было ничего то есть еды не было я плохо помню 90-е потому что я в 90-е в школу ходил как бы для меня то есть тут родители то что купили принесли домой это была еда а как бы так тягото ее доставание или где-то там состояние в очередях устояла с ними в очереди но я ребенок я не понимал как бы так почему не сказали надо стоять я стоял ну и ладно и вот он рассказывает бы и у александров как он из за вот этого маленького цеха по производству творожных сырков и творожных сырков и сейчас я вспомню и творожной массы он вырастил этот огромный завод который сейчас находится по моему в московской области интересная книга мне понравилось следующая книга это следующая книга давайте про березовского начале расскажу березовский потому что он про себя сам пишет как заработать большие деньги очень маленькая брошюрка которая доступна в интернете бесплатно можно скачать прочитать 12 страниц основная мысль что когда вы зарабатываете деньги у вас рядом не должно быть нытиков никаких никаких сомнений люди которые рядом либо вы работаете один либо вы собираете команду которая которая будет сами на одной волне с вами на одной волне никаких нытиков раз люди которые не подрывают ваши авторитеты не подрывают вашу уверенность успехи люди которые сами стремятся к успеху и он рассказывает такую историю что в древности перед тем как эти охотятся на мамонта люди собирались охотники собирались и рисовали на песке мамонта на земле мамонта рисовали и выполняли ритуал что каждый подходил и закалывал этого воображаемого мамонта копьем сплачивание команды если бы хотя бы один усомнился в том что они смогут заколоть мамонта то этого человека растерзали бы на месте и выгнали бы из племени а если его выгнали из племени он бы погиб это борис березовский как заработать очень большие деньги в моем изложении читается очень легко применяется тяжело я вам я вам говорю потому что это нужно менять внутри если у вас не бизнесовое мышление нужно внутри менять установки однако не одну книгу максима котина я вам покажу она у меня есть чечеваркин и гений о том как чечеварки строил евросеть как он искал поставщиков аксессуаров как он искал поставщиков телефонов как он но перед тем как он построил евросеть он работал на черкесовском рынке и вот его наставник 1 не помню как зовут миша гриша не помню он говорит что вот на тебе ящик водки и иди продавай по цене вот по такой чечеваркин ему говорит такая же цена на 20 процентов дороже обычной вот и отлично иди продавайте хороший товар если ты продашь этот товар по такой цене значит из тебя выйдет толк и он пошел игр и он говорит ему а если будут посылать дядя миша говорить ему берешь блокнот и пишешь сверху послали и ставишь как послали ставишь черточку а внизу ставишь сделка состоялась это же ставишь черточку если у тебя из 100 раз тебя поставили 99 один раз купили то твой бизнес находится на грани рентабельности но если из тебя тебя из 100 раз у тебя состоялось три сделки то значит ты делаешь нужное дело вторую книгу которую написал максим котин это книга про федора овчинникова предприниматель из святых кара который начинал с торговли книгами трехсоттысячном северном городе который находится за полярным кругом какие книги казалось бы но он в течение двух лет смог хорошо торговать этими книгами так во в каком-то таком центре на шестом этаже но потом случился кризис мы знаем 2008 году и соответственно книги стали никому не интересны и он решил открыть свои пиццерии он открыл ну мы уже знаем додо пицца сейчас практически в каждом городе есть хотя бы одна пиццерия додо пицца в моем городе где я живу в орле додо пицца 2 1 в мегагрине на фудкорте 2 в районе автовокзала рядом с кинотеатром современник и максим котин в своей книге рассказывают что и ботаники а он ботаник он специалист по маркетингу по моему долго учился он все делает по уму федор овчинников он берет самые лучшие западные методики и внедряет их у себя это коротко про книги о том про книги про людей которые сами рассказывают про себя как они делают книги по бизнесу в которых авторы рассказывают о том как что-то сделать я снова возьму свою подсказку и буду сверяться с ней и рассказывать вам самая запоминающаяся из этих книг это книги авторство или яху голдрата он их писал как в одиночестве так и в со авторстве с другими авторами которые понимают в какой-то профессиональной области больше чем он у меня есть вот такая книга это уильям дэдмер теория ограничения голдрата я ее показываю я эту книгу я не читал она уже стоит я не знаю сколько лет 3-4 года я все никак не этот не собираюсь этот труд осилить я даже начинал его когда-то вот заложено у меня закладочка но это теперь эту закладочку отсюда можно безболезненно удалить потому что я уже не помню о чем там речь была на первых страницах теория ограничений голдрата я читал другие книги чтобы как-то вникнуть в сути этой теории это цель процесс непрерывного совершенствования или эту книгу еще называют цель 1 цель 2 дело не в везении и критическая цепь каждая из этих книг дает инструкцию о том как применять теорию ограничения систем который разработал голдрат в той или иной сфере экономики например цель процесс непрерывного совершенствования и цель 2 дело не в везении рассказывает о том как вывести машиностроительный завод из кризиса машиностроительный завод у которого когда нет заказов он убыточный когда заказа есть они не могут с ними справиться и выполнить заказов срок и соответственно вот или яху голдрат он там выступает скажем так это видео ком виде камео но по моему под другим именем и к нему один из топ-менеджеров этого машиностроительного завода ездить посоветоваться и этот вот консультант дает ему советы как с помощью тос решить проблемы завода книга критическая цепь она немножко вдруг она совершенно в другой области применяет тос а теорию ограничения систем в области разработки нового компьютерного устройства фирма которая производит подема столкнулась с трудностью что она постоянно задерживает выпуск новых моделей это очень конкурентная ниша поэтому необходимо каким-то образом решить вопрос с скоростью разработки и запусков производства новой модели и они берут и они там уже действующее лицо в критической цепи немножко отличается от первых двух книг это профессор одного из университетов сша который пока работает как приглашенный плат профессор и у него нет постоянной нагрузки в этом университете этому профессору нужно как-то найти способ чтобы остаться в университете навсегда так называют получить тенуру то есть постоянную прописку в университете и он ведет курс в магистратуре по управлению предприятиями а управление слишком широкая скажем так сфера конкретно по проект проектная проектная деятельность на предприятии и один из студентов обращается к нему студентов магистратуры с просьбой помочь решить проблему в скорости разработки модемов он начинает помогать этой компании и после того как они налаживают выравнивают процесс процесс проектирования и процесс запуска но новых модемов в производство то есть чтобы были предусмотрены достаточные буфера для допустим тех задач которые опаздывают но при этом эти буфера не сжирали полностью время команды на какие-то бесполезные совещания разговора все это рассчитывается все это объясняется в книге очень подробно можно сходу внедрять но опять же я оговорюсь я не знаю как это работает в других сферах кроме как в разработке модемов получается айти сфера в машиностроительных заводах которые уже описаны в книгах голдрата возможно вот в этой книге есть какие-то другие примеры из других отраслей далее следующая книга у меня я ее слушала в виде аудиокниги это у нас еспер кунде уникальность теперь или никогда если коротко то про что эта книга и про что следующий две книги о которых пойдет речь это про то как создать уникальный продукт как создать уникальную услугу той той который нет еще на рынке потому что пока услуга уникальна и не пока никто ее не скопировал не повторил у компании есть конкурентное преимущество другая книга который еще две книги которые я читал это сет година фиолетовая корова и томас гэтт 4d брендинг вначале о фиолетовой корове сета година смысл тот же что я сказал выше то есть создать то чего не было раньше мы знаем что фиолетовых коров не существует но за исключением рекламы не помню как называется шоколад где эти фиолетовые коровы присутствуют фиолетовые коровы это то чего не было на рынке но то что привлечет внимание покупателя томас гэтт 4d брендинг я записал мой это про эту книгу я скажу более подробно я записал себе подсказки и я их зачитаю в книге томаса гэда 4d брендинг эта система названа брендом компании в этой книге проведен анализ существующих брендов с использованием так называемого мыслительного поля бренда с его помощью автор раскладывает бренды на четыре составляющие основное внимание делается именно на описание бренда это описание встраивается в придуманное автором мыслительное поле автор также предлагает методику создания бренда компании и личного бренда автор строит свою теорию на основе подробного анализа трех брендов и на основе поверхностного анализа еще 3-4 брендов я считаю что построить теорию четырехмерного бренда проанализировав только четыре бренда невозможно и недостаточно подтвердится ли эта теория по отношению к другим брендам или их характеристик других брендов будут выбраны только те которые соответствуют предложенной теории а те которые не соответствуют не будут выбраны а насколько мне известно при проведении экспериментов на научной основе используются различные методы планирования например такой метод как мой метод полного факторного эксперимента. После того, как планирование завершено, проводится сам эксперимент. Если автор выбирает в качестве измеряемых параметров 4 параметра, то количество экспериментов будет исчисляться десятками и даже сотнями. К сожалению, автор недостаточно поработал над каким-то подтверждением своей теории. Он собрал слишком мало данных. Он слишком понадеялся на то, что его теория будет принята без какого-то подтверждения дополнительного. И, как мне кажется, что любой, кто захочет взять эту книгу на вооружение, столкнется не только с теми вопросами, которые задал я, но еще с несколькими, с рядом других вопросов и не сможет найти на них ответ. Следующая книга – это Александр Левитас «Больше денег от вашего бизнеса». Я ее читал в электронном варианте. Это книга о чем? Это книга о том, как увеличить прибыль от бизнеса. Он предлагает действенную методику, которую он проверил в своем бизнесе, а также в бизнесе своих клиентов. Александр Левитас – действующий бизнес-консультант, который увеличивает продажи в бизнесах. Он предлагает свою методику и расшифровывает в своей книге, как этой методикой пользоваться. Роберт Каден «Партизанские маркетинговые исследования». Эту книгу я прочитал где-то на две трети, сейчас я вам скажу. Я ее включил в обзор, потому что она достаточно важна и дает и помогла мне сделать одну работу, о которой я вам расскажу. Где-то 230 страниц из 360. Ну, примерно две трети книги, да. Но эту книгу я проработал. Вот они закладки. На закладках я вам сейчас покажу, потому что это хороший пример будет, как работать с книгой. Что я делал? Я вставлял закладку. И когда я находил в тексте какой-то текст, который для меня важен, к которому я хочу вернуться в будущем, я отмечал начало текста одно-два слова и конец текста одно-два слова. Давайте я сейчас зачитаю вам откуда-то... Сейчас давайте откуда-то из середины. Вот давайте. Эта глава называется «Рыночное тестирование». Я здесь отметил один абзац. Сейчас я вам его прочитаю. «Сколько бы различных маркетинговых исследований не указывали на потенциальный успех, ни одно исследование не может полностью имитировать реальную ситуацию на рынке». Давайте еще одну цитату. Это цитата из главы «Начало». Вот она, смотрите, заложена. «Опытный специалист по маркетинговым исследованиям никогда не примет первую реакцию клиента за чистую монету. Правда, как правило, спрятана глубоко. И для того, чтобы ее выманить на поверхность, необходимо умение, вдумчивость и терпение. Что значит вот эти выделенные места? То есть, это те места, которые я посчитал важными, отметить, чтобы потом к ним можно было возвращаться, не перечитывая всю книгу. Эту книгу, вот то, что я успел прочитать, я начал ее читать достаточно давно, то есть, это 2013 год, примерно в это время. Я использовал эту книгу для подготовки маркетингового исследования, когда я подавал заявку на предакселератор технологических стартапов Generation S. Я готовил анкету, опросник по тому, как потребители относятся к хрустящим подушечкам с начинкой. И по рекомендациям этой книги я составил опросник на более чем на 30 вопросов, которые относились и к частоте употребления этих подушечек, и к их, скажем так, потребительским качествам, качеству упаковки, качеству самого продукта, корпуса, подушечек с начинкой, самой начинки и так далее. Какие виды начинки хотят видеть потребители? Шоколадные, фоктовые, ягодные, жировые, там с различными ароматизаторами, либо же белковые начинки и так далее. То есть, эта книга мне помогла сделать работу, которая была важна для меня. Поэтому я ее включил, несмотря на то, что я ее не дочитал. Далее. Следующая книга. Это Вячеслав Ледуновский. «Менеджмент по Суворову». Тоже относится, я ее отношу к бизнес-книгам. Здесь Вячеслав Владимирович Ледуновский проводит разбор книги Александра Васильевича Суворова, нашего русского гениального полководца «Наука побеждать». Работал я с ней по той же схеме, что и с книгой Роберта Кадена. Давайте я вам сейчас открою... Открою несколько закладок, и мы прочитаем, и прочитаю вам, что же я отмечал сейчас. Вот, смотрите. Эта глава называется «Действия». Тут книга сделана каким образом? Подготовка к войне, тренировка, подготовка оружия, подготовка солдат и так далее. То есть, все по порядку. То есть, начиная с казарменных учений и заканчивая уже действием на поле боя. Это глава 8 действия. Давайте я вам отмеченное прочитаю. Люди очень часто не хотят выходить из тех стен, которые выстроили вокруг себя. Они выбирают цель, но даже не пытаются двигаться к ней. Они начинают с того, что делают шаг в сторону, а потом долго объясняют себе и окружающим, что в этом заложен какой-то смысл. На самом деле, нужно просто идти прямо. Давайте дальше. Глава, следующую закладку открыл. Глава 11. Культура Победы. Во всех инструкциях, приказах, распоряжениях Суворова не было и тени сомнений в будущей победе. И в конце Вячеслав Летуновский дает уже разбор кейсов. Бизнес-кейсов с использованием Суворовской науки Побеждать. Давайте я вам и отсюда зачитаю одну выдержку. Применение суворовского подхода в управлении и профессиональной подготовке сотрудников особенно актуально в настоящее время, поскольку такие базовые принципы Суворова как активность, привыкать к деятельности неутомимой, ничего кроме наступательного и достижение большого меньшими силами, не числом, а умением является важнейшими для преодоления трудностей и преуспевания в условиях кризиса. И в конце к книге приводятся различные документы управленческие, которые можно использовать на своем предприятии после их модификации под ваши условия. Эту книгу я прочитал полностью. Далее. Книга называется «Краудсорсинг». «Краудсорсинг» автор Джефф Хау «Коллективный разум как инструмент развития бизнеса». Эта книга о том, как можно привлекать условно бесплатных или бесплатных работников для работы над бизнес-задачами. Это очень сложная задача, потому что сейчас люди настроены на то, чтобы работать за деньги. Настроены на то, что если они пришли работать в какой-то бизнес, их работа будет оплачена. Но есть большое количество бизнесов, которые находятся на начальной стадии, которые находятся на стадии так называемых стартапов, где люди, где основатели этого бизнеса пока не могут платить какую-то высокую зарплату, своим работникам. Поэтому они ищут способы, как привлечь работников с высокими профессиональными качествами, с высоким профессионализмом к работе в их компании. Или для решения задач, которые стоят перед компанией. И в этой книге рассказываются варианты возможные, как построить взаимодействие между компанией и сотрудниками. Для того, чтобы эти сотрудники решали задачи, скажем так, за меньшую плату. Или условно бесплатно. Или в обмен на будущий продукт. И так далее. То есть, все это рассказывается вот в этой книге. К сожалению, я сразу скажу, не все мне оказалось понятно. Поэтому мой отзыв такой немножко скомканный. Опять же, я не понимаю, как в голове не укладывается, как можно уговорить человека сделать что-то без денег. Я не знаю, к сожалению. Это, что касается книг по бизнесу. Продолжение следует...